Раз Раз, раз, раз 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 Ну пожалуйста, ну пожалуйста, что по звуку, как обычно. Так, надо изменить Никитку. Камуфляж, оружие, счастье. Блин, опять руки сломались, как я в прошлый раз их починил? А, да, вот это. Блин, фу, зелёные глаза. Или норм? Никитка, тебе решать. Никитка не смотрит. Ну и пироженька. Пироженька не смотрит. Так, ну и тогда надо поменять цветовую гамму. И исключить счастье из жизни. Будет классик. Так, цвет брони. Блин, почему цвет брони коррелирует с цветом глаз? Это ж неудобно подбирать. Жёлтый. Жёлтый. Ну вообще, жёлтый неплохо смотрится. Блин, я бы не сказал, что и зелёный хреново смотрится, но не в такой, ну как бы, консистенции что ли. Можно сделать вот что-то типа такого, фантома ассасинь. Блин. В принципе и цвет глаз такой беленький. Ну, при этом два чёрных получаются, таких. Ну, нормально. Наверное. И так сойдёт. Так, приводной маяк. Найден груз. А это что такое? А, теперь зоны таким образом доминируются, контролируются. Да? Ну, наверное, ресурсы сначала получим. Вот эти. Плюс учёного. Инженер у нас есть, нужен учёный. Заодно исследуем труп офицера Адвента. Награда новобранца. Плюсaret. Да? Сплавы Лерии разведанные, материалы. Так, новобранцы или груз? Что-то интересное, просканирует сектор, может расследовать происходящее. Нет. Ну а здесь описание. Я считаю, что это было легче, чем твоя последняя процедура, доктор. Центральный, командир. Да, я считаю, что процесс будет гораздо меньше дисконсертирующим, когда вопрос уже expired. Но результаты, however, это лучше, чтобы вы увидите себя. Мой автобуссии Каптана Адвентом подтверждает существование этого имплата, похожего на университет, которую я взял от командира. Но есть отличия. Какие отличия? Дата, что ты видишь, это отбор от командира этого имплата Адвентом Каптана. Эта секрета здесь это, в общем, ты, командир. Или, в крайней мере, информация тактическая, которые были выводили через твою голову. Как вы видите, данные почти одинаковые. Они использовали тебя против нас. Да. Однако, данные Адвентом показывают знаки отбор. Отбор от командира от их неразбор, может, вызвать значительные неразборки. Неразборки? Да. Что мы видим здесь неразборки. Эти имплата способны получить информацию и транспортную информацию. Один огромный информацию, как бы, вовсе в стреме неразборки. Мои теория Адвент использует эту неразборку уменьшить тактическая готовность их а также исчезать орды от их основной команды. Посмотрите. Даже в нижнем состоянии имплата продолжает эффект. Довольно удивительный успех. Возможно. Но я требую доступно к их не не легко. Мы нужны активные связи. И это означает хакить живого администратора. Как я сказал, не легко. Но это лучший лидер. Время вскрыть пару черепушек. Построить зону в Мы готовы двигаться. Я установил наши объекты основной информации. Капитан создает стабильность стабильности и в основном. стабильности в стабильности 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 Генетическая манипуляция теперь является знакомым к нашим силам, которые работают в филе. Из моего восприятия... Продолжение следует... 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 И на следующем ходу уже начинаем войну. 81%, но минимальный урон 4, то есть на их лучшем случае у чувака останется 2 хп. Этого скорее всего убиваем, если что можно добить гранатой. Проблема только в том, что как только я выстрелю, они передислоцируются, плюс появится сектоид, ну не сектоид, как там его зовут, инопланетная обезьяна вот эта. Ну дадим шанс нашему снайперу. Шанс 30 плюс. Шанс 30. Шанс 40... Шанс 40... Шанс 40... Шанс 41... Как που Kamerao дошли? не очень хорошо 36 28 процентов по-хорошему надо убить вот этого заодно защитим илью 44 30 процентов но можно 3 урона то есть если я ударю отсюда он будет и под защитой и убьет ну да давай плюс заберет профи сразу 28 процентов конечно не очень хорошо можно попробовать гранаты он невозможно хорошим вариантом будет просто передвинуться и стать в наблюдении на случай если он решит двигаться или кого-то воскресить сомневаюсь что он будет пытаться воскресить вот этого поэтому 68 плюс скрип 50 процентов тоже можно конечно попробовать за один ход убить всех это забавно ну было не было да ну да царя нет надо было следовать изначальному плану Повезло. А, нет, достает. 6-8. То есть у него 7 хп. Ну, давай попробуем. Отлично. В принципе, я думаю, скорее всего добьем. Очередные 69%. Повышение. 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 А почему закрыт? Как попасть в ночь? Я даю ему шаг К нам взлома солдата пермоментно увеличивается на 20 Время текущей технологии У меня получается Не будем рисковать У нас есть Альбип Мы будем эвакуировать Минус 1.5 Статус подтверден Вип в порядке Продолжайте поэкспрессу Ну, вообще-то еще не у нас Или у нас? А, у нас А, точка эвакуации Ага Ну, отлично Сначала лучше подготовить почву к отступлению, наверное И перезарядиться И изначально в наблюдении он Что И А, у ИВИ Кончились ходы Ну и ладно Будем играть с Сырьевого У меня и напишут, да? Сколько до прибытия Просто подкрепление на подходе Ну, ладно Венга, vamos, vamos! Готово! Готово! Поехали! Сказание! Поехали! так 3526 почему так плохо вова чё за дела с пистолета 2 3 но надо вообще по максимуму выстрелить отлично так дорубим этого стандартный удар через стену он в шаолине учился что вы удивляетесь 43 процента да печалька лучше я думаю глухой воронец посидит а есть же еще я сомневаюсь что он выстрелит но можно защитить на всякий случай вова хотя я думаю основная цель будет у него все таки да что он наблюдение серьезно что он мог выстрелить что он что он что он что он Продолжение следует... 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 Вакансия тренирует новичков по специальности. Да, вообще, по-моему, без разницы. Обучение специальности и стать рядовым выбранного класса во время обучения не принимать участие. Ну да. Пусть будет специалистом новые тактики. Размер отряда. Из противника выпадает дополнительный предмет каждый раз. Солдаты получают плюс-трих мобильности в первые ходы боя, пока отряд замаскирован. Вот это полезно. А ПБС? Что? Ну, вот это, кстати, тоже полезно. Вот это вообще отлично. Рейнджер-капитан. Снайпер-капитан. Ну, вот эти приколы по специальностям. Вот такое. Самого полезного сейчас вот это будет. Поэтому надо максимально быстро кого-то довести до сержанта. Я сделал несколько интересных открытий, командир. Встреча солдата, а потом займемся, скорее всего, оружием. Снайпер-капитан. 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 Ну, и, кстати, вот эту штуку уже желательно повесить на снайпера и рейнджера. Ну, мы закончим сначала с этим. Снайпер-капитан. и установить контакт вот тут конечно вопрос, что лучше броня или оружие я считаю, что все-таки оружие, а радио сопротивления сделаем уже после этого оборудование стремятся от этой технологии. Я собираюсь оборудовать в таком случае, как исследование будет выполнено. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сначала, наверное, захватим кучу страну Стра... страну Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДмaTorzok ДИМаTorzok 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 ДИМАТО 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 С released ДИМАТО Позиция подтверждена. Так, тогда я могу подойти сюда и взять этого чувака. Эти пацаны скорее всего пойдут в эту сторону. Блин, вообще карта у нас куда направлена? Ага, карта ГУ. Поэтому они могут пойти сюда. Тогда лучшим выбором будет скорее всего пойти вот так. Никита пробегает сюда. Никита пробегает сюда. Илья прикрывает пока что. Блин, у меня Вова не под прикрытием. А, но они не будут покастрелять. Я имел ввиду в меня. Так, 35, 32. Забегаем сюда, стреляем в Адгента. Плюс находимся под прикрытием. 94. Нет, я не задену двоих. Сойдет. Так, 34, 31. 52, 40. Ага, этот. Я могу забежать сюда, выстрелить в этого. А Никита я добегу? Добегу, отлично. О! Потом комбо-вомбо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, тогда Вова бежит спасать вот эту женщину... Или... Блин, почему вы не рядом с прикрытиями становитесь? Алло! Продолжение следует... 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 Если что, потом доиграть Никитой. Так есть же какой-то чувак без брони, алло. Кто? Ага, это ты где стоишь? Ага, 82% ну уже лучше, конечно, но хотелось бы большего. Ну давай. 4. Пробуем доиграть Никитой, да? 73, 4, 6. Отлично. Так, а я смогу дострелить отсюда до пацана на крыше? Надеюсь, да. А, осколочный? Только если вместе с Вовой. Ну, пожалуйста. Как вариант. Продолжение следует. 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 Очень плохо, очень плохо. 57, 14, 46. Так, Ильей, по идее, надо дойти сюда, выстрелить. Вовы спрятаться, чтобы его потом полечили. Так, можем сделать по-другому, сначала забрать предмет. Модифицированный, отлично. Так, 69, 36. Давай 69 попробуем. Отлично. Так, Никита добежать, 100%. 8, 10. Отлично, убивает. Еще и Крит. Просто прелестно. Тогда, Вовой, заходим сюда, стреляем в Челика. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Статус подтвержден. Миссион выполнена. Дайте... О, боже. Он сейчас уйдет на 20 дней. И, ну, вот. Нет, нет. Нет. Продолжение следует... 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 11 дней, блин серьёзно, они 8 дней всего скостили? Идти на секретный объект, хотя можно приводной маяк, зашифрованный сигнал, Новая Индия. Так, отсюда у меня будет доступ к Восточной Азии, плюс 60 и Новая Индонезия, 45. Если я установлю здесь, то будет Западная Европа и что-то в Африке. 55 и 40, что ли, Восточная Африка. Да, Восточная Африка 40. С одной стороны, можно погнаться за деньгами, с другой стороны, скорее всего, здесь работает же такая же штука, как в первом Экскоме, что надо захватить континент. Поэтому, наверное, лучший вариант будет взять Восточную Европу, потом Западную Европу, потом Индию и затем уже Восточную Азию и затем Новую Индонезию. Таким образом, у нас получится весь континент просто по одной линии. Хотя, блин, летать туда-сюда это не настолько долго, чтобы прям составлять супер-пупер маршруты, учитывая то, что мне надо будет ещё построить... Кстати, мне надо было на деньги покупать не штуки для чуваков, а строить энергоблок у себя в летающем штабе. Это я тормознул. Поэтому летим на секретные объекты и вообще даже не думаем об этом. 125 материалов нам дадут. Даже без снайпера. А, у нас есть снайпер. Лол, а я могу же загрузить, да? Эмм... А, у него первый левел. Блин, я могу загрузить? Видимо, нет. Ладно, пусть будет какой-то ноунейм. Хотя... Управление снаряжением... Я могу отдать ему Вовкин пистолет на... Ну, Вовкину снайперку на какое-то время. Так, во-первых, надо рейнджеру дать ментальный щит и броню. Почему не могу дать броню? Потому что это такая же хрень... О, боже! Кто до этого догадался вообще, зачем так делать? Сюда пусть идёт... Нет, сюда пусть как раз пойдёт таки броня. С гранатой. А сюда ещё один ментальный щит. А сюда пойдёт... Ничего. А-а-а-а. Так, ладно. И сразу настроить доставленный чек, уважаемый прицел. Да, я кажется даже придумал. Как цена транслития? Это все. 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 Так, верх лица. Все. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот так норм Свет оружия белый Ну и у нее тоже по немецкому 9 Так, оснащение ментальный щит, снайперская винтовка с лазерным прицелом... Ну и все в порядке... Так, начать задание... Блин, вообще я не знаю как C на транслить... ТС надо было или просто C нормально... Ааа, ладно... Блин, конечно, да, я очень тупанул то, что... Во-первых, пошел Вовой слишком далеко... Без какого-либо прикрытия... Во-вторых, надо было сначала его похилить, потом добивать того чувака... Потому что действительно... Ну, было не то, что совсем очевидно... Но довольно понятно то, что первые миссии особо много врагов не будет... Тем более, не было никаких признаков того, что есть еще враги помимо этих... Вообще, надо как-нибудь в будущем... Ну, блин, кстати, я не понял, почему нельзя загружать персонажей... Может, это просто где-то в другом... Ааа... Вообще, будет довольно забавно... Сделать... Ааа... Собрать историю с Ильей... То, что он спектра... Ааа... Создать одинаковых... И типа спектра ультануло... Все дела... Причем, создать их разными... Классами даже... У-ру... Смотрите, куда-то... Ну... Или... Вот... Ааа... Так, ну для начала... В ту сторону полностью, да? Сюда далеко? Нет, не особо. Значит, здесь можно продвигаться довольно активно. Вот он, брат, первый. А, это турелька. Тогда даже берём Илью, продвигаемся сюда и пытаемся захватить турель, которую он не видит. Серьёзно? Так, я бы спустился сюда. И Никита прикрывает... Из-за... Ага. Ага. То есть, подо мной кто-то всё-таки... Ага. А, это потому что окно разобьём. Всё, я понял. Хотя лучше проверить. Такий нижний этаж... Ага. Да нею, бред какой-то. Не бы всё, не Sweden, не отбивай. Угн�о. Магнит Этиммагнит так это просто прожектор сюда блин ну ты же видишь эту турель почему тут была турель нет не тут не турель что она что у меня есть поисковый в обращение отверстия обращение мы не знаем об этом полностью автоматизированы или отредактированы ага просто так а почему нельзя захватить мне надо смотреть на нее или что хотя блин я могу разрушить ее за один ход ну с полиции конечно но разрушить вот это он же усять пока просто посмотрим таймера нет так что можно делать что угодно блин почему я не могу захватить эту турель не вы серьезно так ладно предположим я не захватываю турель тогда надо как-то блин я не хочу прям сейчас палиться здесь два челика здесь турель надо разведать больше территории так или я пройдет никита пройдет вперед так саня беги сюда так и я блин или я почему-то не можешь сломать эту вышку чувствовать не вышку турель так Ага, Илья попал в зону недвижения. Еще пять человек. Так, а я без укрытия. Тогда двигаемся, да. Тихо, тихо, тихо. Я же не спалился. Нет. Так, сто процентов. Два, три. Серьезно? А, из пистолета. Так. Блин, начинать войну сейчас очень плохая затея, как мне кажется. С другой стороны, если не сейчас, то когда? Я могу передвинуться сюда. На следующий ход атаковать снайпером, атаковать Ильей, забрать, надеюсь, сектоида. Никитой срубить вышку. А вот как с собой выживать, это уже хороший вопрос. Да, скорее всего так и поступим. Да, скорее всего так и поступим. Так, отлично, шесть. Осталось два. Или один даже. Блин, а эта штука взрывоопасна и интересно. Так, ребята хорошо встали под гранату. Причем как эти, так и вот эти. Блин, интересно, вот эта штука взрывоопасна или нет? Если да, то я вообще изи накрываю. Так, Илья срубает... Никита никто не видит. Так, Илья срубает 91%, так, 43%, 69%, 75%, 48%, 63%, 91%, а этого она вообще не видит. Куда? Вот этого вот. Так, Илья, кто тебя вывел из брони? Скорее всего вот этот человек. Три, нужно четыре. Надеемся, надеемся. Зря надеялись. Так, выстрелом из пистолета я могу походить. Походить два раза. Но для начала лучше убить вот этого. Не тратим заряды на винтовки. Нельзя стрелять два раза. Ладно, рубим этого. Боже, бегу прямо по турели. Который нет. Что происходит? Куда делась турель? Ого! Боже мой! Так, осколочные гранаты пытаемся убить вот этих двоих. Этак, посмотрите. Ты врежел сейчас. Так, вот так вот. И так вот. Вот так вот. Ух... Вот так. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... 73, 72, 4, 6... Так, вот этого 100% убиваем. Вот этого мало процентов убиваем. Так, синица на 91, 67, 85. 91 попробуем? Ну что значит попробуем? Так, пси-зомби смысла убивать нет. Если убить сектоида, то умрёт и зомби. Проблема только добраться до сектоида. Так... Вообще мне по-хорошему нужно увидеть вот эту турель. Либо зайти Ильё и попытаться расстрелять. Но если у него не хватит 5 урона, это будет та ещё печаль. А, он её видит. Да, отлично. Тогда забираем. Так, тогда Илья идёт ближе. Продолжение следует... пси-зомби и понадеяться на удачу или выстрелить в этого. 50% крит в принципе. В принципе. Я могу даже сделать как? Зайти сюда и выстрелить напрямую в него. Скорее всего. Но проблема в том, что я попаду под пси-зомби. Под удар пси-зомби 100%. Еще одна турель. Боже. 80%. 50% кричит. Ну да, давай. Шикарно. Так, пси-зомби, думаю, не настолько сильно меня ударит. Надеюсь. Надеюсь, что он не настолько сильно меня ударит. Проблема в том, что у меня надета броня, а не антипинкальный щит. Если он сейчас что-то со мной сделает типа такого. Плохо. Если бы он попал, было бы вообще хорошо. А в идеале, он лучше бы убил пси-зомби. А что не так с этим искусственным интеллектом? Он не дойдет же. Воу. Так. Илья идет сюда. 5, хорошо. Ага, я не могу, да? 86, а там 65. В принципе, в принципе. Попробовать можно. С другой стороны. А, нет, я никак не убегу. 91. Ну да. Лучше так. У Ильи тоже нету ментального щита. Так, а мы стреляем в турель. Надеемся на лучшее. Я не буду это комментировать. О, боже. Как же хейтит турелья Никиту. Блин, надо было занять позицию получше. Сначала, прежде чем лечить. Отключить. А, нет, на это один ход тратится. Отлично. 72. 64. Нет, давай в 72 выстрелим. Ага. Ага. 65. Подойдем ближе. Конечно, стрелять с лоу-граунда. Такое себе развлечение. Но... 60... Это издевательство. Так, Никита зарубит же? Зарубит. Так, откуда лучшее стрелять будет. Наверное, все-таки отсюда. Стоимость подтверждена. Что? Почему ты не увидишь турель? Ладно. Они уже движутся. Они живут. Они gentр раньше бы так так или перезарядка и потихонечку продвигается я не думаю что дальше будет очень много противников ну опять же надеюсь но очень много раненых солдат в этом месте а Продолжение следует... 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 Никого на наблюдение нет, да? Копейщик, кто это? Ммм, нету. Ммм, нету. Тогда грустно. Ну, да, возможно. Встреча с нейтрализирует. Смотрите, это один. Я хочу новое. Уберите. Встречайте меня! Встречайте меня! Встречайте меня! Встречайте меня! Встречайте меня! Так, подкрепление. Встречайте меня! Встречайте! Встречайте! Встречайте меня! 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 Окей! Встречайте меня! Встречайте меня! Встречайте! А, но они далеко. Тогда, в принципе, особо можно не перестраховываться пока что. Блин, все на овервотче. Плохо. Так, по-хорошему надо убить. Ладно, 29%. Ага, удачи. 51, 51 копейщик и солдат. Попробовать копейщика. Вообще можно попробовать пробежать. Снять два наблюдения. Я имею ввиду пробежать тяжем. Вот этого. Понятненько. Да, давай попробуем пробежать. Хотя, блин, он под меткой. Ну, попробуем. Ему в любом случае сидеть в больничке. Так, сто процентов. Сто процентов. Забираем вот этого. Забираем вот этого. Считаем. Понятно, перейти. 55% Отлично. хотя же наверно лучше в глухую оборону встать опять наблюдение сколько можно блин конечно можно попробовать ну как попробовать это даже не столько попробовать сколько хочу ли я получить 3 урона плюс возможный крит возможно он умрет а возможно и не умрет хотя ему тоже по сути лежать в больничке по-любому потому что я его хилил сори и для меня и и и Продолжение следует... 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 А, нет, татуировки. Убийца Крисолидов, охотников на берсеркеров, обивающую змея сикает в разрезе, рукавой XCOM, электропришелец, штрих-код, рука в смерть. Ну да, но правая рука. Земля, ну такое, призрачный волк, шень, злол. Ну, призрачный волк такое, туз в рукаве. Ну, земля, ну не знаю. Ну ладно, пусть будет. Ну и цвет татуировки, конечно же, фиолетовый. Мне нужны полные, полностью все фиолетовые. А все фиолетовые мне нужно, потому что правильно называется. Илья у нас спектраплак. Так, ковбой. Ну, в принципе, сюда. Ну, блин, татухи нет. 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 А вот шрамы. Ожог на пол лица, ожог на щеке, на глазу. Где на пол? Ага. На лице, на виске, бровь и щеку, глаз и щеку. Сеченная губа, шрам на щеке. Сечет. Ниже не видно. Множественные шрамы. Ну, такое, серьезная улыбка на память по частям. Ну, такое. Прозвище... Ну, я сомневаюсь, что с опоссумом лезет, поэтому будет опоссум. Так, и у Никиты похвал. 54. Ну, аксессуары, ну, опять же, татух нет, потому что все забинтовано. А, ну, видимо, добавились украшения на правой и левой ноге. Те же самые татуировки, что ты мне подсказываешь. Ну, беззаботность, напряженность, модель поведения. Оставить беззаботность. Оставить беззаботность. Или напряженность. Ну, пусть будет напряженность. Кстати, себе нам тоже... А, поведение... Скорее нервы. Убито 9, убито 15, убито 5. И у Вовки 3. Ну, пока что самый результативный у нас Никита. воля 69 а у остальных что? 76 72 при этом воля самая низкая интересно почему? меткость 74, 79 71 интересно партизанская школа новой тактики 56 мне не хватит на опытному убийцу к сожалению на 25% больше опыта это очень полезно очень-очень-очень полезно размер отряда я не хочу пока что увеличивать да и вообще наверное пока не появятся мехи или как они там назывались генномодифицированные ну вообще пока не появятся чуть более улучшенные бойцы мэки генномодифицированные псионики я не хочу увеличивать отряд хоть это ну немного тупо с той стороны что ты можешь гораздо быстрее получать ну вот точно так же как сейчас у меня Никита 15 убил кто-то убил 9 кто-то убил 7 кто-то убил 3 в итоге вот сейчас у меня есть один хороший человек если будет размер отряда 5 то по сути ничего не изменится просто наоборот повысится вероятность того что я кого-то потеряю да я хреново объяснил ну на сегодня все спасибо всем кто смотрел кто смотрит это на ютубе ну и удачи 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 удачи